О, слушай, эта тема очень горячая, я боюсь вообще про неё что-то говорить даже. Что? Ничего. Книгу-дневник Бриджит Джонс, в которой рассказывается о жизни... Ну, мы ещё в твоём видео сможем подраться. Что у меня виза это? Заводит вообще невероятно, что-то там музычка весёлая. Привет всем любителям поговорить о книгах, и в сегодняшнем видео, как вы видите, я не одна. Со мной Владимир, который приехал из Англии, который, кстати, жил в Англии уже более шести лет, из которых более пяти лет он преподавал и преподает в Оксфорде. Поэтому сегодня у Владимира мы будем спрашивать про Англию. Конкретно я хочу у него спросить про те, может быть, мифы и предрассудки, которые все мы могли подчеркнуть из книг, которые вообще нам рассказывают про Англию, из книг английских писателей в первую очередь. И давайте начнём. Спасибо большое, Оль. Единственное маленькое замечание, что я сейчас в другой университет уже перебрался, на юг к морю поближе. Но из Оксфорда я вот-вот только-только. Для того, чтобы узнать, как Владимир перебрался в другой университет, и в какой конкретный университет, обязательно зайдите на его канал, и ссылка на его канал будет под этим видео. Итак, ребят, начнём мы с самого, наверное, простого вопроса для Владимира. И, кстати говоря, он не знает, какие вопросы я ему подготовила сегодня, поэтому они будут для него совершенной неожиданностью. В общем, довольно простой вопрос. Все мы читали романы Джейн Остин, Сестёр Бранте, и, конечно же, в этих романах, ну, едва ли не каждый второй мужчина, который нам встречается, а то и каждый первый, это, безусловно, джентльмен, который наделён не только прекрасной родословной, но также ещё и деньгами и великолепными манерами. Скажи, пожалуйста, ты встречал в Англии джентльменов? Существуют ли они до сих пор? Тяжело сказать. Мне кажется, конечно, они должны быть, просто их осталось настолько мало, что, да, они редко встречаются. Обычно, то есть общество совершенно изменилось, и, как мне кажется, ни манер, ни вот этих каких-то вот джентльменских вещей в Англии не осталось. Единственное, я бы отметил очень важное качество, это, наверное, вот в целом честность. То есть вот в Англии совершенно не принято обманывать, и вот то, что проскальзывает вот, что вот джентльмен, это вот человек, который всегда говорит правду, оно так и есть. Англичане, они, в принципе, они с хитрецой, они могут умолчать о чём-то, но вот сказать прям вот явно неправду они не могут. Вот, то есть вот честность, она, как мне кажется, присутствует. То есть лукавство есть, но вот оно именно в умолчании каких-то фактов, но ни в коем случае не назвать чёрное-белым, то есть вот это нет никогда. Ну, это прекрасно. А вопрос, который вытекает из предыдущего. Конечно же, мы также знаем прекрасных английских леди из английских романов, которые очень нежные, такие воздушные создания, иногда, кстати, отважные и смелые. Существуют ли леди до сих пор? И вообще, я, конечно, не хочу у тебя ставить в такое положение, чтобы ты судил обо всех вот английских женщинах в целом, но как ты считаешь, вот среднестатистическая девушка английская, которая, ну, например, там, 17-25 лет, вот, как она выглядит, какие у неё интересы, какие у неё вкусы? Можно ли её описать как леди? Так, мне кажется, в общем случае нет. То есть, в общем, но, скажем, и в те времена леди, это же была только элита общества, то есть крестьянки, они, в общем-то, не были леди. Поэтому сейчас вроде как все равны, мы смотрим на всех, поэтому, то есть, я думаю, что если в те времена взять леди и крестьянок всех вместе, то тоже можно сказать, что леди почти нет. Ну и сейчас, мне кажется, вот эмансипация, женщин там идёт какими-то семимильными шагами, конечно, ещё не как в Штатах, но тем не менее, то есть, женщины, они там какие-то, ну, то есть, они могут не позволить за себя заплатить, например, в кафе или в ресторане. Вы можете попытаться уступить место девушке, да, то есть, она может воспринять это как оскорбление, что вот вы считаете её более слабой, что она не может тут сейчас постоять. Или как домогательство вообще, все его поднимается. Ну, вот это вряд ли будет как домогательство, скорее как вот, что ты показываешь, что она слабая, а она сильная, и вот это исключено, то есть, так нельзя делать. Вот, потом, ну да, там в какой-то момент, я помню, поднести книги помочь, вот, тоже там, ну, как я просто как-то так на ходу, ну, почти так взял, там девушка несла такую здоровенную, стопку книг, там, ну, много килограмм. Она как вырвет её у меня, такая, нет, что я сама могу, там, в общем, вот так вот. Хотя, я бы сказал, осталась некая статность. Вот у англичанок есть какая-то такая, ну, не знаю, то есть, она, наверное, начинается вот с прямой осанки, и потом вот она просто, вот она ведёт себя, вот как-то статно, что называется. Это очень интересно. Может быть, слегка так вот свысока, или что-то вот такое. Ну, то есть, да, вот таких девушек, англичанки я встречал, да. И манеры, кстати, тоже, ну, по крайней мере, вот у студента Коксфорда, то есть, там есть с очень хорошими манерами девушки. Мне кажется, мы очень как-то так спокойно, как-то вот это... Надо поживее, надо поругаться, да? Да, надо что-нибудь такое там, да. Так как-то это как-то так. Ну, мы ещё в твоём виде сможем подраться. Ну, а теперь такая чисто книжная тема. Как вы знаете, 31 июля вышла новая книга про Гарри Поттера. Это уже восьмая книга. Ну, не будем сейчас говорить подробно про то, каким образом она конкретно относится к этому циклу, но, тем не менее. У нас в России Гарри Поттер очень популярен, существует огромный фан-клуб Гарри Поттера и не один. А как в Англии? Гарри Поттер действительно национальный герой? Действительно они там так же помешаны, как, например, помешаны у нас в России? Ну, мне кажется, что да. Ну, мне кажется, это вообще такой мировой тренд. Этот Гарри Поттер... Сейчас покемоны эти принесут, но Гарри Поттер, да, мне кажется, он очень популярен, потому что он описывает социальную жизнь школьников и отношения школьников. Вот. И мне кажется, вот это основная заслуга. То есть, читатель, а это в основном дети, да, школьники, они могут себя ассоциировать с этим героем, как бы вжиться в его образ, войти. И, да, очень популярно. И, ну, тем более в Оксфорде, потому что, если вы знаете, очень многие сцены из Гарри Поттера, они были сняты в колледжах Оксфорда. Там в Крайш-Чоч-колледже, в Нью-Колледже. И, то есть, вы буквально можете туда приехать, походить там, покушать вот это зало, где они там сидят в своем Хогварте. То есть, это снималось в столовой Крайш-Чоч-колледже. Вы можете туда сходить и пообедать, наверное, рублей за 600. Вот. То есть, это все близко там. И вы можете буквально этого коснуться. И, конечно, да, эта тема там прям такая живая. Итак, следующий вопрос довольно острый. Я думаю, он будет интересен женщинам. Я думаю, что, опять же, многие девушки и женщины читали книгу «Дневник Бриджит Джонс», в которой рассказывается о жизни английской женщине, которой 30 с небольшим лет. И одна из основных тем двух ее дневников в том, как сложно женщине 30 с небольшим лет в Англии найти себе мужчину. И мой вопрос состоит в том, действительно ли это так, действительно ли в Англии есть какой-то демографический кризис, и просто если тебе 30 с небольшим, то все, мужчин нет, и никак нельзя выйти замуж. О, слушай, эта тема очень горячая. Я боюсь вообще про нее что-то говорить даже. Ну, а вообще в каком возрасте принято? Ну, вот я могу отметить, что вообще говоря, в Англии обычно женятся, когда уже за 30. Вот. То есть, люди, они могут встречаться долго, там, много лет, но вот как-то создают семью уже за 30. И если там заглянуть на какую-нибудь детскую площадку, там где, да, ну, то есть, дети где-то в районе 5, там лет 3, там мамы обычно им, там, не знаю, лет 35-40, вот так вот. То есть, в Англии процесс создания семьи, он вообще так уже сильно отложен. Люди строят карьеру как-то вот пытаются вырасти материально, я не знаю, или может быть кто-то для себя пожить. Поэтому, мне кажется, сейчас 30... То есть, ну, тут вопрос в том, что это не музыкальные отношения за 30 год, а найти, это, я не знаю, тяжело или нет. И сейчас у нас следующий достаточно горячий вопрос, но уже вопрос, который касается политики. Владимир, кстати, 3 года жил в Ирландии, я думаю, поэтому вопрос будет по адресу. Если вы читали какие-то старые английские произведения, да и не очень старые, вы, наверное, замечали, что очень часто там высмеиваются ирландцы. Ну, и, кстати, после Великого Голода, который произошел в Ирландии в 19 веке, многие ирландцы двинулись, кто, например, в США, кто двинулся в Англию. И с тех пор наметилось еще большее обострение в отношениях между англичанами и ирландцами. Вот расскажи, пожалуйста, ты когда-нибудь слышал от ирландцев что-то плохое про англичан, от англичан что-то плохое? Вообще есть ли вот это противоречие? Ну, скажем так, наверное, в Англии я не сильно слышал много об ирландцах, потому что у Англии там других забот хватает в данное время. Но в Ирландии, да, там ирландцы, они к англичанам так это относятся. То есть они тоже шутят об англичанах? Шутят, очень много и всякие наезд там. Ну, не знаю, например, вот одна история, мне кажется, показательная может. Меня пригласили на танцы. У меня там был знакомый, там преподаватель английского языка, молодой парень. Он говорит, вот, у нас там будет устраиваться что-то вроде такого быстрого курса обучения. Ну, буквально на одном занятии вас учат ирландским танцем. Таким, ну, как у них такие веселые, что-то вроде польки. То есть там меняешься с партнерами, прыгаешь по кругу, там заводит вообще невероятно. Что-то там музычка веселая. Я говорю, ладно, да, приду, прихожу. А это церковь. В общем, церковь. Её внутри переделали и сделали из неё просто танцевальную площадку, танцпол. И я как бы, ну, подхожу к своему товарищу и говорю, слушай, ну, как бы я там всё понимаю, но говорю, ну, это же всё-таки церковь. А на что он мне говорит? А он говорит, нет, это протестантская церковь. Поэтому это не совсем и церковь всего. То есть вот как бы то, что, ну, если вы не знаете, протестантизм, он возник в Англии, и то есть вот это считается такой вот английской как бы церковью. А ирландцы, они в основном католики. И вот, то есть да, вот даже вот в этом, то есть вроде как вот протестантскую церковь можно переделать и в танцплощадку, потому что вот она английская. Ну и какие-то там, конечно, шуточки, там ещё что-то, подкалывание. Ну ирландцев это прям, ух, так это... Хорошо, это очень интересно. И сейчас мы поговорим о типичном английском юморе. Опять же, из Англии происходят очень многие писатели-юмористы, сатирики, такие как Джером Клапка, Джером Вудхаус. Например, если говорить про фантастику, то это Терри Пратчетт. Скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, существует ли действительно вот это особенное английское чувство юмора, британский юмор? И в чём основная особенность? Он существует, это однозначно. И вообще сейчас, ну, как-то мне там приходится слушать радио достаточно много. Я там не смотрю телевизор, но к радио ещё нормально отношусь. И там у них огромное число идёт таких вот как стендапов, ну, как бы по радиотрансляции идёт. У них юмор, это как такая вот почти индустрия. Им занимается очень много людей. Они делают это на достаточно качественном уровне. И как вы, ну, наверное, знаете, там вот скетчи тоже, вот английские на телевидении тоже очень популярны. Я не знаю, тот же вот Мистер Бин, это же как бы английский вот комик. Ну, если честно, я пока, ну, я так и не понял вот этого английского юмора. То есть, он очень тонкий. Возможно, мне как-то надо больше почувствовать их специфику и вжиться, так, ну, как-то прям ощутить Англию изнутри. Вот. Но пока я не очень его понимаю. Вот. Но, тем не менее, вот если слушать, ну, да, заставляют улыбаться. То есть, есть такое. Но юмор особенный. Вот. Я не знаю, грубо говоря, я не эксперт в этой неделе, не могу детально объяснить. Но он есть, он особенный, он такой национальный. И, ну, да, там есть своя изюминка в нём. Раз уж мы заговорили про национальные особенности, у многих авторов, у того же Джерома Клапки-Джерома, мы частенько встречали утверждение о том, что у англичан есть свой национальный характер. И он кардинально отличается от характера, например, жителей материка. Вот скажи, пожалуйста, ты вообще как считаешь, есть ли действительно какой-то особенный, может быть, идеал характера, к которому стремятся все англичане? Надо подумать. Мне кажется, вот когда я впервые попал в Англию, это, наверное, тяжело описать словами, но я как-то почувствовал, почему эта страна была, ну, вот, империей, почему она владела половиной мира. Я не знаю, как это на уровне ощущений вы чувствуете у людей какую-то такую силу, волю, и у них очень высокая степень самостоятельности, как вот мне так кажется. И какая-то такая вот, ещё у них есть какая-то разумность в поведении, то есть они ведут себя разумно, то есть вот они не делают, ну, как мне кажется, не делают какие-то вот абсолютно каких-то беспашенных вещей, каких-то глупостей или вот оляпостей таких вот. Как-то всё так это, ну, продумано. Вот это, наверное, вот то, что мне нравится в характере. Ну, и на этой замечательной ноте, я думаю, что мы узнали уже очень много про Англию, поэтому мы завершаем сегодняшнее видео. И, кстати, на канале Владимира, на который я вам настоятельно рекомендую зайти, ссылка будет под этим роликом, вы найдёте ещё одно видео с нашим дуэтом, которое, я надеюсь, вам также понравится. И спасибо вам за просмотр, и до встречи в следующих видео. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok